Мы наносим удары по Украине. Посмотрите, впечатляет, впечатляет. Видите, что происходит, да? То есть вся территория Украины под ударом. При этом мы бьем, а что новенького? Мы бьем не только по всяким пацанциям, там, ТЭЦ, там, и так далее, и так далее. Мы, значит, бить еще и по газовой инфраструктуре, насколько я понимаю. Это уже очевидно, что это линия. Это линия, там, понятно, к чему она может привести Украину. Удары возмездия, именно удары возмездия, именно такое проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Потому что, если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить. В этом формате. Обычные люди должны выйти на улицы и, наконец-то, закончить это правление. Не, а нацистского режима Зеленского. Такое же состояние мы наблюдали, когда в концлагере идут туда в газовые печи, и не в восстании нет никакого. Казалось бы, все, надо в восстании, подавленный по большому счету. Но это синдром жертвы. Бунты где тогда, Владимир Николаевич? Не видим бунтов. Более того, говорят, что рейтинги этого товарища в маечке, если верить, по крайней мере, киевским опросам, вполне очень высокие. Во время военных конфликтов не верьте никакой социологии, я вас умоляю. Мы должны говорить, кто виновник этого, а не так, все списывать на Россию. Россия вынуждена сегодня принимать меры, потому что вот эту недельку что-то происходит, что нет, говорит об одном. Какие-то попытки переговоров. Видите, Запад уже начал помягчивать. То есть вы склоняетесь к тому, что наши удары, это все-таки принудение к миру, да? Да, к переговорам. А вот результат переговоров может быть разным. А почему не ударили Петерсону, когда туда приезжал Зеленский и там бродил? Знаете, есть общее правило, я вероятно думаю, надо адресовать высоким, так сказать, руководителям, где президент, то президент, это надо адресовать. Не, ну это такие удары просто в тот самый момент, может быть они дали бы тот эффект, про который вы говорите. Мы же понимаем, что такое решение не принимает сержант, да? А мы ведем разговор о том, что если бы такое решение было оформлено, что террористами надо не государство объявлять, аминь.